Биткоин сохранил биржевой риск. Биткоин сохранил биржевой риск, но к нему все больше присматриваются институциональные инвесторы. Коммерсант от 19 мая 2019 года, 14.10 в середине мая резко выросла волатильность на криптовалютном рынке. Изменения курса самой известной цифровой валюты биткоина достигали 10-20% в день. Это может косвенно свидетельствовать о пузыре, который могли раздуть сами криптобиржи в погоне за новыми клиентами. Вместе с тем участившиеся в случае подачи заявок на регистрацию крипто ETF, а также развитие инфраструктуры для работы с такими активами, свидетельствуют об улучшении ситуации на виртуальном рынке. Виртуальный взлет. После трехнедельного роста и достижения в минувший четверг 10-месячного максимума в пятницу курс биткоина резко обвалился. По данным агентства Reuters, в 6.15.00 утра по МСК курс виртуальной валюты опускался до отметки 6,62 тысячи долларов, значением 7-дневной давности. Это на 21% ниже локального максимума установленного днем ранее. К 18-ти часам курс находился возле отметки 7,2 тысячи долларов, что на 6% ниже закрытия предыдущего дня. Капитализация основной виртуальной валюты составила 127 миллиардов долларов. Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum показала схожие результаты. Если в четверг ее стоимость достигала отметки 273 доллара и 30 центов, то в пятницу она упала до 229 долларов, а капитализация составила 24,3 миллиарда долларов. Общая капитализация криптовалют составила 226 миллиардов долларов. Обвал котировок назрел, так как в предыдущей неделе они очень сильно выросли, отмечают участники рынка. С начала апреля стоимость биткоина выросла более чем в два раза, что стало самым сильным повышением за такой короткий период с конца 2017 года. Тогда в ожидании запуска начала торгов фьючерсами на биткоин его курс вырос более чем в 3 и 18 декабря. Когда состоялись первые торги этими срочными контрактами, курс впервые в истории подскочил выше уровня 20 тысяч долларов. Биржи-манипуляторы Нынешнему росту могли способствовать надежды инвесторов на регуляторные изменения на рынке, а также действия бирж. Согласно аналитическому отчету Bitwise Asset Management Представленному в SEC Около 95% объемов торгов на нерегулируемых биржах являются либо фиктивными, либо не имеющими экономического смысла. К тому же аналитики Bitwise Считают, что криптоаналитический сервис CoinMarketCap Распространяет сомнительные данные, манипулируя представлениями о реальных размерах крипторынка. На нерегулируемом рынке под биржей может быть как настоящее юридическое лицо, которое обеспечивает регулярное функционирование организованного рынка биржевых товаров, так и гараж на Кипреэс. Эд, оборудованием и тремя специалистами, которые создают иллюзию организации торгов, считает руководитель департамента по работе с клиентами Церих Капитал Менеджмент Сергей Королев. Помимо схлопывания сделок между своими клиентами, такая биржа может торговать виртуальными инструментами, существующими лишь на своем сервере. Чтобы подобных вещей не происходило, существуют регуляторы, которые выявляют и пресекают рыночные манипуляции, отмечает господин Королев. Проблему аналитики видят в том, что на CoinMarketCap Биржи очень долгое время сортировались по объему торгов. По словам исполнительного директора Анатолия Князева, было невероятно выгодно разными способами подделывать эту цифру, чтобы занять более высокое место в рейтинге. По сути, это полностью бесплатная реклама на одном из самых важных сайтов, посвященных криптовалютам, отмечает господин Князев. У институциональных инвесторов вырос спрос на криптовалюту в более высоком рейтинге заинтересованы и эмитенты криптовалют. По словам начальника аналитического департамента Aurora Blockchain Capital Олега Обелева, не стоит сбрасывать со счетов манипуляцию капитализации за плату сервису от команды проекта, которая хочет поднять место своей монеты в рейтинге. Это можно сделать, просто указав большой объем выпущенных токенов, что моментально повысят капитализацию без изменения цены и резко повысят спрос на монету и активные покупки. А можно сделать и наоборот, снизив количество токенов, увести капитализацию монеты практически в ноль, отмечает господин Обелев. Инвесторы на коротком старте. Вместе с тем участники рынка отмечают улучшение регуляторного фона. К тому же растет интерес к отрасли со стороны институциональных инвесторов. В конце прошлой недели Американская комиссия по ценным бумагам и биржам, SEC, зарегистрировала заявку компании Crescent Crypto Index Services на запуск криптовалютного и индексного фонда. Это уже третий подобный ETF, который находится на рассмотрении у регулятора. Ранее заявки подали Bitwise Asset Management и VanEck, что идет на смену криптовалютной лихорадки. Юридический статус криптовалют в мире читать далее.